Кухня под законной крышей рассказывает о вседозволенности латвийских спецслужб. Издание содержит документы и расшифровку телефонных переговоров. С автором пообщалась наш корреспондент Валерия Смирнова. Лата Лапс один из самых известных и скандальных, а точнее пишущих о скандалах латвийских журналистов. Первая же его книга, изданная в 2007-м, «Кухня судопроизводства. Рецепты улаживания» от адвоката Грутупса вызвала широкий резонанс и несколько уголовных дел. Затем были книги о Каргене, Шлессерсе, Лэмбергсе, Варе Вике Фрейберге. Бестселлером стало и издание о латвийских спецслужбах, вышедшее в прошлом году на латышском. По словам автора, он получил множество звонков с просьбой перевести книгу на русский. К сожалению, мы живем в государстве, где, самое печальное, любой человек не может быть уверен, что если он случайно или не случайно случится кому-то на пути из наших уважаемых органов, то его просто растопчут. Если он будет достаточно влиятельным и состоятельным, то он может как-то достойно отбиваться. Более 400 листов книги содержат документы, которые раньше нигде не публиковались в открытую. Протоколы допросов свидетелей, заявления потерпевших в Генпрокуратуру, ответы КНАБа, сотрудничество СМИ и спецслужб, расшифровки телефонных переговоров. Вместе с двумя журналистками, Агнесой Маргевичей и Кристиной Янчевской, которые стали соавторами книги, Лапса собирал эту информацию больше года. Мы, например, знаем, как взрывали Владимира Вашкевича. В книге очень подробно со всеми документами описано, как там совершенно случайно, на самом деле не случайно отказался представитель Бюро по защите с отверстями Айгарс Паранс. А как советник примера тогдашнего Айгарса Калвитиса вроде его вызвал, вроде он совершенно случайно оказался там в нужное время, нужное место. Ну, конечно, таких совпадений не бывает. После того, как книга вышла на латышском, в СМИ многие высказывались о том, что она порочит латвийские спецслужбы. Однако с заявлением в суд ни один из чиновников так и не обратился. Как ни странно, сделал это сам автор. На данный момент я даже сам подал суд на госпожу Стрите, то есть замначенника Канаба, из-за того, что она на телевидении сообщила, что я клеветал наши замечательные родные спецслужбы. Решение суда вполне возможно войдет в продолжение книги, над которым автор уже активно работает. Ее героями также будут должностные лица военной разведки, борцы с коррупцией и генеральные прокуроры. По словам автора, издание может выйти в свет уже в следующем году. Валерия Смирнова, Андрис Кривмс, Первый Балтийский канал. На комиссии Сейма по национальной безопасности сегодня говорили о шпионах. Как сообщил после встречи с начальником Бюро защиты Сатверсма Яннесом Кажу, оценшим председателем комиссии Валдис Затлерс, активности на...